Здравствуйте, Михаил! Сейчас всё больше разговоров про искусственные удобрения и пищевые добавки. А это всё от того, что в магазинах продают не только безвкусные, но зачастую даже вредные продукты. Можно ли с этим бороться? Если да, то покажите пример. Юлия Караваева, Пенза. Уважаемый Юля, мои земледельческие навыки ничтожны. Я личным примером вас не смогу воодушевить, а вот Сергей Колесников в органическом земледелии разбирается на все сто. Ему и отвечать. Эй, кто-нибудь! Ау! Ну, спасибо вам, Михаил Александрович. Заслали вы меня. Нет, не скажу, что я расстроен. Все-таки это не просто остров, а Мальта, всемирно известный курорт и прочее, и прочее. Ну, посмотрите, что вокруг-то. О, одни камни и колючки. И как здесь что-то может вырасти, пока не могу понять. Пойду искать. О, вот так, дорогая Юлика. Остров хоть и небольшой, но пока куда-нибудь доберешься, всем потом с тебя сойдет. Вот с меня и сошло, только я не понимаю, куда я в тебя попал. В какой-то оазис. Виноград, цветы, пальмы, ели. Аромат какой! Как же это все может вырасти здесь? Вы же видите, кругом одни камни, голые камни. И все так, между прочим, органично сочетаются друг с другом. А потому что, Юленька, мы попали на ферму, которая как раз и занимается органическим земледелием. Помидоры, огурцы, тыквы, арбузы, виноград, оливки, орехи, яблоки, сливы. Чего здесь только не растет. И все не по одному разу в год снимается. То есть урожаев несколько. Одно созревает, другое на подходе. И все это, повторяю, растет вот на этой земле. Ведь это не земля, это дробленый камень. Как же все это можно вырастить на этом острове, где, между прочим, нет ни одной речки и ни одного озера с пресной водой. А вот как. Воду здесь очень любят и очень берегут. Хотя, конечно, морской воды кругом, сами понимаете, сколько, а пресной нет. Таким образом, зимой собирают нашу обычную дождевую воду. Собирают вот в такие резервуары. Это бетонный резервуар. Он наполняется, наполняется, а под ним есть еще и подземный резервуар. Ну, примерно на 25-30 тысяч тонн каждый. И потом уже, в летний сезон, и только эта вода очень экономно расходуется на полив всего этого чудесного сада. Ну, хорошо, воду мы собрали. Достаточно для того, чтобы полить наш сад. А как ее в этот сад подать-то? Для этого существуют замечательные солнечные батареи. Потому что в это место проложить электричество, ну, я вам скажу, можно проложить. Но это будет так дорого, что ничего не окупится. Вот эти батареи дают 11 киловатт. А еще есть небольшой ветродуй, который дает еще 5 киловатт. Таким образом, хватает на все. И на сад, и на дом, и на хозяйство, и на праздники. А поливают, Юленька, растения здесь? Не как у нас. Лей, не хочу. А вы только посмотрите. Под каждое растение свои капельки идут. Небольшие. Вот уж поистине, каждые капли на вес золота. Ну, растите помидорчики, растите. Ба, смотрите, да тут и наша капуста, матушка. Ох, хорошо, ей тут растется. Виноградная лоза, а? Какая крепкая, да какая здоровая. Я прям чувствую, что это точно каберне. Как видите, дорогая Юленька, и на голом камне можно вырастить то, что у нас порой и на черноземе не вырастешь. Вы смотрите, какое здесь благолепие. Вот лучок. Помидоры прям аж, ах, как пахнет. Так что, Юленька, сами видите, дело не в черноземе, а в чем? Правильно, в любви, к своему делу, к своей земле, к своим камням, в конце концов. А вода, вода нам с неба дается. Пусть хоть и по капельке, но ведь известно, капелька и камень точит. А я вот сейчас на помидоринку, на здешнюю капельку здешнего оливкового масла. Да еще запью замечательным виноградным соком из здешнего винограда трехпятилетней выдержки. Боже мой, рай, сказка на земле, не на камне. Так что, вот что я хочу сказать. Если у нас в России появятся в продаже помидоры с Мальты, я, конечно, за Мальту буду горд, а за Россию будет немного обидно.